Всем доброго дня! Этот фильм хочу посвятить женщинам-летельщицам, занятым таким нелегким трудом, и пожелать им много удачи, счастья, много цветов в этот день. Ну и дальше про полотно. Вот такое полотно у меня получилось. Ну и все начинается с шаблона, естественно, на котором мы сначала наматываем, вставляем просто диагонали. Лента здесь будет четверка. Расстояние отверстий в шаблоне 12 миллиметров по центрам. Высота шаблона 16 сантиметров, ну или 160 миллиметров. Вот таким вот образом через 11 отверстий я плету первый слой в данном случае. Но не в каждое отверстие, а через одно. Шаг через одно отверстие получается. Таким вот образом просто делаем в диагонали. Вообще фишка замкнутых полотнища в том, что в замкнутых полотнищах таких вот круглых там и конической формы или формы, ну разных там кухонных полукруглых, шарообразной формы, скажем так. Фишка в том, что должны быть обязательны диагонали. По сути, в замкнутом виде можно плести практически любое полотно, но очень важно, чтобы были диагонали. Насколько диагонали будут хорошо держать это полотно. Вот таким вот образом происходит замена ленты просто поверх предыдущей. Вот, ну и получается вот такая вот спираль, что ли. Еще раз обращаю ваше внимание, что здесь отверстия на сверленность шагом 12 миллиметров. И также я плету это полотно через одно отверстие. Впоследствии я на этом же шаблоне покажу, как плести еще более плотное полотно. Фишка этого полотна также в том, что она требует меньше ленты, чем ажурное полотно. Ну и вот плетем диагонали в обратную сторону, тоже с шагом 11 отверстий. Вот, в принципе, ну не очень важно, какой там будет у вас шаг. В данном полотне очень важно, чтобы эти диагонали были бы примерно под углом 90 градусов. То есть под прямым углом должны быть они. Вот, тогда это полотнище достаточно неплохо у вас получится. Это полотно, в отличие от ажурного, скажем, полотна, или от плотного полотна ПМК Виктора Лаха, которое я когда-то плел, тоже показывал. Оно, конечно же, делается быстрее. Ну, с этим я провозился, наверное, часа два-два с половиной, не больше. Вот, ну вот, что дальше? Дальше вот сейчас будем плести ленточку, ну, вдоль цилиндра, скажем так. Вот таким вот образом, параллельно краям шаблона. Здесь получается, что вот так вот надо попасть в эту вот букву Х, такую получившуюся, плюс к тому, что второй слой диагонали идет поверх ленты, ой, наоборот, по низу ленты, а нижний слой, первый слой диагонали идет поверх ленты. Вот таким вот образом. То есть, верхний слой над лентой, нижний над лентой. Вот таким вот образом. Я думаю, что здесь хорошо видно. Ну и плетем вот таким вот образом баку. Лента толщиной 4 миллиметра, как я уже говорил. В данном случае я взял вареную ленту. Ну, я просто больше, чтобы попробовать. Хотя, ну, как-нибудь я сплету, покажу, что будет. Ну, то есть, будет, думаю, что это полотно лучше даже выглядеть, если в диагонали сплести соковой лентой, а вот как раз вот эти вот параллельные краям цилиндра ленточки плести более темной вареной лентой. Я думаю, что получится лучше, но я пока еще доберусь до этого всего. Вот. Но, думаю, со временем покажу. Вот, дальше. Ну, как соединяются ленточки? Соединяются точно так же. Начало с окончанием соединяются внахлёст. Ну, и в данном случае я бы предложил соединить их, ну, так, подальше. Таких два шага. Это что касается верхней и нижней ленточки возле краев. Ну, я думаю, что она так просто будет прочнее. Вот таким вот образом. Они соединяются просто поверх ленточки. Вот. Ну, дальше. Следующий. Плетем ряд. Вот таким вот образом. Вот должен получиться такой интересный рисунок. Вот. Я думаю, что... Я буду на этом же шаблоне, покажу вам, думаю, что еще несколько полотнищ разных, поскольку, ну, в комментариях меня часто просят показать какие-то еще полотнища, не только ажурные. Поэтому буду потиху показывать. Я думаю, что на этом шаблоне еще, ну, по крайней мере, в планах у меня есть, сплести еще каких... Каких два вида полотна. Вот. Дальше все точно так же. Делаем нахлёст. Здесь уже один раз просто внахлёст. Не надо. Далеко не надо. Вот. Я думаю, что одного раза вполне хватит. Ленту подготавливаем точно так же, как и для узелкового плетения. Прогоняем через шило. Вот. Потом заостряю в конце я обычно. Ну, так просто мне легче крести. Все можно этого не делать. Вот. Ну, я думаю, что прогнать через шило, если вы не уверены в качестве своей ленты. Ну, у меня какая-нибудь одна из десяти обязательно попадается. Такая, которая уже нашили, ломается. Ну, куда ее еще в плетение? Поэтому. Ну, вот. Вот уже такой интересный рисунок получается. В принципе, я думаю, что... Вот. Да, вот проплел я все эти горизонтальные линии. Ну, и сейчас нужно проплести вертикальные линии. Вот таким вот образом это все делается. Вот. По сути, точно так же, как и в горизонтальных линиях. Он идет ту же самую букву X. Вот. Все точно так же. Вот. Да и, по-моему... То есть... Не по-моему, а точно так же идет, как и в горизонтальных линиях. То есть, получается, второй слой диагонали у нас под ленточкой, а первый над ленточкой. Вот. Это плюс еще, да, придаст определенную прочность нашего полотнища. Ну, вот. Разворачиваем его в шаблон и плетем дальше. Ну, зачем разворачивать? Затем, что, ну, проще ввести. Хотя можно и не разворачивать. Точно таким же образом. Видно. Проплетаем. Таким образом у нас получаются вот эти вот красивые квадратики на полотне. Вот. Которые такое... Ну, я думаю, что это полотно придумал я. Вот. Как его так сплести? По крайней мере, нигде я такого не видел. Ну, хотя бы... Хотя, ну, может быть... Я и ошибаюсь. Вот таким вот образом должны получаться квадратики. Да? Ну, опять же, подавливаем ленту для следующих вертикальных. Вот. Что из этого полотна потом будет? Я обязательно покажу в каких-нибудь из своих соцсетях. Ну, принцип плетения... Потом я проплету через эти квадратики. Преплету колечко обязательно. Вот. В принципе, я думаю, будет тот же самый, что и в ажурных полотнах. Вот. Ну, если там будет что-то иначе, я обязательно это все покажу. Но, я думаю, что сильно это все отличаться тут не будет. Просто через эти квадратики проплетаем кольцо и выходим уже на оперативный простор и делаем, ну, все, что угодно. Можно корзиночку сделать, цилиндрическую, можно шкатулочку сделать. Вот. Я думаю, что тут вариантов тоже может быть достаточно много. Вот. Принцип плетения таких цилиндрических шкатулок я уже показывал на примере замкнутого полотна по МК Виктор Аллаха. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь никаких проблем не должно быть. Вот. Плетем таким вот же образом дальше эти вертикальные ленточки. Разворачиваем, плетем следующие. Вот. Таким образом получаются эти ну, так называемые квадратики. Такое геометрическое полотно получилось, в принципе. Опять же, не плотно, можно использовать, я думаю, и в светильниках. Ну, я еще постараюсь такое же полотно попробовать сплести на сферическом каком-нибудь основании. Вот. Ну, правда, не знаю, когда это будет. я думаю, что где-то ближе к лету. Ну, принцип плетения, я думаю, что этого полотна думаю, что будет уже понять. обрезать. Обрезаем заподлицо с горизонтальной ленточкой поверхней и по нижней части. Вот так будет. Вот. В итоге получилось вот такое вот интересное полотно. Вот последняя у меня вертикаль осталось. Сейчас ее проплету. И будет полотно уже готово. Да, это полотно требует гораздо меньше времени материала. вот. Выглядит, я думаю, не очень-то хуже, чем ажурное полотно. Может быть, чуть-чуть, но я думаю, что такое полотно тоже имеет право на свое существование. Выглядит неплохо. Вот, поближе покажу. Довольно так. на мой взгляд, красиво получилось. Квадратики так довольно неплохо смотрятся по диагоналям. Ну, в местах соприкосновения диагонали и горизонтальных ленточек я бы посоветовал бы проклеить по капельке клея. Вот. Во-первых, после высыхания будет проще снять шаблона. не будет разваливаться верхняя ленточка. Во-вторых, я думаю, в самом изделии он будет немножко лучше держать полотно. вот таким вот образом проходим по кругу. С одной стороны, со второй стороны обязательно. Просто будет проще. Можно этого не делать, конечно, диагонали. Так будет хорошо узелком приплетенное держаться, но будет проще гораздо с ним работать, если его зафиксировать таким образом. понемножку, совсем понемножку клея, буквально по капельке. Много не надо, иначе будет это слишком видно. вот таким вот образом. Получилось вот такое вот полотно. Еще раз всех женщин летельщиков поздравляю с 8 марта, и всех женщин, кто меня смотрит. Здесь я еще оставлю место для аннотаций. Обязательно подберу какие-то к этому видео из моих предыдущих мастер-классов фильмы. Так что кликайте по аннотациям тоже. Ну, всем до свидания. До свидания.